Всем тихой ночи. Пришло время разобраться с этим SCP-055. Объект интересен не только тем, что это антимем, то есть секрет, который сам себя хранит, но и в целом это важная для лора SCP штука, которая участвует во многих историях. SCP-055 был среди объектов почти что с самого начала, еще на том сайте, который существовал до нынешнего, и уже в изначальной статье было написано, что 55-й это антимем, что впоследствии породило целую сюжетную ветвь про антимеметику. Но в этом видео мы поговорим не об истории борьбы с фонда с непознаваемым, тем более, что такой ролик уже есть, об объекте как таковом. Да, о том, что такое SCP-55 в контексте хаба антимеметики, в этом видео ничего не будет. Там все же отдельная история. Изначально в статье про этот объект не было абсолютно никакой информации. Была лишь концепция, что 55-е это нечто такое, о чем невозможно узнать, и чему случилось оказаться на содержании фонда. Однако в этой непознаваемости нашлась однобрежь, ведь все еще можно знать об объекте то, что он является тем самым антимемом. Вместе с этим замечанием, сделанным от лица внимательного сотрудника SCP, в статью был добавлен и протокол допроса, из которого мы узнаем, что сотрудник организации вошел в камеру с объектом и попытался его запомнить. Но все, что у него получилось сказать об объекте, это то, что он не является круглым. После этого было еще несколько попыток добавить новые дополнения, но все их в итоге удалили с сайта, что символично. Одним из таких была попытка выяснить, чем объект не является, с просто длинным списком того, что не SCP-055. В другой раз на странице объекта было написано, что если кто-то и знал истинную природу собак, то он давно ее позабыл. Впрочем, это было написано на 1 апреля, так что не канон. На протяжении всех лет, что объект был частью SCP, вокруг него ходило немало историй. Многие авторы писали о том, что 55-й это человек, который никак не может начать общаться с социальным человечеством, потому что его никто не воспринимает. Таких историй существует несколько. Многие из них написаны в виде записок, которые этот человек всегда оставляет, чтобы привлечь внимание. Одна из таких историй оформлена в виде дневника, в котором автор пишет, как из-за какого-то заражения его никто не видит. Он описывает свои дни в учреждении фонда, где он, например, встречает доктора Брайта, изрисовывает стены и становится свидетелем нарушения условий содержания SCP-682, неуязвимой рептилии. Из одной из этих записок можно узнать, что SCP-55 это бывший сотрудник фонда, который купил у Мкит какую-то штуку. И эта штука сделала его антимемом для любого сотрудника фонда SCP. То есть в этой истории люди, не работающие в SCP, всё-таки его воспринимают. И забывают его только те, кто связан с тайным фондом. Мкит решил использовать его для того, чтобы отправить в Зону-19, где его миссия состояла в том, чтобы стащить некоторые аномалии, особо ценные, разумеется, те, которые можно хорошо продать. Но там его самого поймали в одной из камер содержания, куда он зашёл. Идею SCP-055 как сотрудника фонда развивает другой рассказ под названием «Играть в бога». Из него мы узнаём, что SCP-055 это не простой учёный фонда, ведущий дела с торговцами необычными вещами. Это сам Арон Зигель, один из основателей SCP и человек, занимающий пост о 5-5. И камера содержания номер 055 является не ловушкой для него, а рабочим кабинетом, откуда он тайно управляет фондом. А может быть и не только фондом. Арон частично стёр себя из реальности, так что о самом его существовании невозможно что-либо запомнить. Он вызывает к себе различных сотрудников SCP, раздаёт им всякие указания. Затем они уходят от него, забывая о том, что с кем-то вообще встречались в этом странном помещении. При этом они помнят все полученные указания, считая их собственными мыслями. Таким нехитрым образом Арон сосредоточил в своих руках невиданную власть. А вот рассказ под названием «Хватит ходить кругами» говорит, что SCP-055 это и не могущественный член О5 вовсе, а просто девочка по имени Мариса, которая изначально содержалась фондом, потому что могла изменять саму реальность по своему желанию. И как-то раз пожелала, чтобы её никогда не существовало, оставив после себя камеру содержания, в которой никто не может понять, что вообще там находится. Впрочем, версий, чем является SCP-055, со временем становилось всё больше. Есть даже текст, в котором 055 это Санта Клаус. И для тех, кто не знает, сообщаю. Санта Клауса и Деда Мороза не существует. И подарки под ёлку кладёт не он. Ну или может он клал, пока фонд его не поймал. И как говорится, далее везде. Каждый последующий новый рассказ про этот объект представляет абсолютно нового персонажа, с историей никак не связанной с предыдущей. Ну, по крайней мере, это всегда человек. Или не всегда. В рассказе Хаббл Олфонда про этот объект, агент, который вошёл в камеру содержания, вообще встретил лошадь в пространственной аномалии. Даже не знаю, есть ли тут отсылка к ёжику в тумане или нет, но саму эта мысль развивает довольно атмосферный рассказ под названием «Я не уверен», где, судя по всему, сотрудник фонда, вошедший в камеру содержания объекта, увидел сразу серию различных галлюцинаций, связанных с разными другими вещами, которые можно увидеть в фонде SCP. Тревожные надписи на стенах, различные чудовища, искажённые животные и люди в странных ситуациях. В конце он видит страшную собаку с огромной пастью, что может говорить нам о том, что то первоапрельское изменение статьи всё же нашло своё место в каноне. Возможно, все эти записки, дневники и рисунки на стенах были лишь обманным манёвром, чтобы отвлечь людей. Объект пытался сделать вид, что сам 55-й — это такой же человек, как и все люди вокруг. Просто человек. Ну, с такой вот антимиметической особенностью, с кем не бывает. Но со временем объект сбросил эту иллюзию. Он начал набирать силу. В рассказе с приветливым и игривым названием «Чирскида» сущность бродит по коридорам девятнадцатой зоны, вызывая приступы амнезии и тяжёлых галлюцинации у всех, кто его встречает. Но позже всё-таки фонду удаётся найти способ содержать объект. Известно даже в случае, когда его использовали для устранения неугодных сотрудников, потому что теперь изменившийся 55-й приобрёл новое свойство. Если кто-то оставался в его камере содержания слишком долго, он пропадал из реальности. Кстати, наказание путём запирания человека с SCP-55 в его истинной форме. Описано в хабе «Того, кого называют никто». Там в одном месте можно выделить белый текст на белом фоне и узнать, что такое в фонде иногда практикуется. Это всё, что есть в рассказах. Но далеко не всё, что есть на сайте SCP про объект в целом. Ведь 55-й часто упоминается в других объектах. И главное, ему отведена существенная роль в эпической арке всего мира SCP, который стал SCP-5000. Правда, начинается эта арка гораздо раньше. Ещё в одном из SCP-001. В том, что работа на объекте класса Кетер. Это та версия SCP-001, где описывается найденный фондом комплекс, в котором появляются разные опасные объекты. И в один прекрасный день в одной из комнат этого странного места появилась SCP-579-055. С интересной подписью. Круглой затычкой, квадратную дыру не заткнёшь. В сюжетном объекте SCP-2998 персонажа спасают мир, используя SCP-055, заткнув им ту самую дыру как затычкой. То есть из SCP-2998 мы узнали, что во-первых, SCP-55 это объект, который можно взять и перенести, то есть это какой-то небольшой предмет. А во-вторых, это штука, поместив которую в некую дыру, которой является SCP-579, можно оказаться в совершенно нормальном мире, вне зависимости от того, сколько концов света приключилось. Соединение SCP-055 и SCP-579 возвращает мир в состояние, в котором он был до наступления одного из концов света. В следующей эпичной арке, описанной в SCP-5000, нам показали, что SCP-55 к тому же ещё и разумен. Он умеет общаться с человеком и даже им управлять. А кроме того, SCP-55 достаточно разумен, чтобы понять, в какой момент именно случился конец света, чтобы, используя SCP-579, вернуться в тот момент, когда всё было нормально. Да ещё и он понимает, как так повернуть ход событий, чтобы конца света вообще не случилось. То есть теперь SCP-55 это некрупное разумное существо, находящееся далеко за пределами понимания человека, при этом явно многомерное, раз оно способно видеть в течение не только времени, но и возможных вариантов развития событий. При этом удивительно неспособное без помощи человека даже перемещаться в нашем трёхмерном пространстве, чтобы добраться до SCP-579. Такой вот непростой путь прошёл этот объект в рамках вселенной SCP. Вначале он был концепцией антимема, породив целую сюжетную ветвь. Затем из него пытались сделать персонажа, и в итоге сделали многомерной штукой, лежащей где-то над пространством и временем, при этом всё ещё находящейся в конкретной точке этого пространства и времени. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова